Всем привет! В эфире Саджан Онлайн. И у меня сегодня в преддверии Нового года интервью, интервью-подарок. Я думаю, что это долгожданное интервью для многих. Во-первых, с моим амбассадором. Во-вторых, с известным уже сексологом, китаеведом и специалистом по продажам Венера Намат. Сегодня у меня в гостях. Венера, как вам удалось объединить совершенно разные три профессии? Сексолог, специалист по продажам, китаевед. Это еще далеко не весь список того, что я умею делать в жизни. Наверное, все эти три специальности объединяют одно общее мое качество. Это дальновидность и умение видеть сегодня то, что будет популярно через несколько лет. Когда я шла поступать на китаеведение, и закончив, я приехала в Астану. Я была единственным в городе китаеведом-синхронист. И тогда час моего синхронного перевода стоил 100 долларов. И я была там просто номер-уан. Потом уже, конечно, появилось больше китаеведов. Ребята, которые учились в Китае, приезжали. Но я была тогда первая. То же самое касается продаж. И сексология ко мне пришла в 2016 году осенью. А так как я еще... У меня есть одна специальность, это статистика и демография. Я училась. То я умею работать с цифрами, данными. И мне попала в руки статистика, что в Казахстане всего 5% людей посещают секс-шопы. Я подумала, ну вот 95% людей не ходят в секс-шопы. Но я была в числе этих 5% на тот момент. Я в 95%. До сих пор 95%. Вы моя целевая аудитория. Да. То есть прежде чем заняться сексологией, вы внимательно изучили рынок. И подошли к этому как настоящий маркетолог. Да, все верно. То есть нет, сначала все-таки была необходимость найти себе пропитание. Такую профессию, которая меня очень быстро выведет на хороший заработок. Потому что я достаточно такая ленивая и амбициозная при этом. И мне надо было очень быстро. И вот я искала. Да. И это была сексология. Но на тот момент, конечно, у меня были личные познания о сексе, о сексологии. Но я понимала, что люди будут приходить разные. С разными потребностями. Вот это все там ванильное, которое я там практиковала. Ну, не факт, что это будет нравиться другим. Да, есть же все разные. Не хочу говорить слово извращенцы, но тем не менее они есть. А вот скажите, Венера, вы изучали сексологию, будучи замужней женщиной, да? То есть вы просто ездили на различные тренинги, обучались у известных сексологов. То есть это происходило на протяжении какого времени? Это происходило на протяжении полутора-двух лет, да. Ну, полтора года, если так сказать. И потихонечку я получала образование, ездила, сертификацию проходила. Изначально сексология для меня была только для того, чтобы я правильно закупала товар. Я понимала для кого, какое, что, как посоветовать, порекомендовать. Я не планировала, что я буду вести консультации. Это в мои планы не входило. То есть в ваши планы входило только открытие секс-шопа? Да, да, да. И я выкладывала видеоролики про товар в Инстаграме. Да, это было в моей жизни. Я сидела на кухне, записывала видеоролики на свой телефон. И что-то там крутило, гертело, вибраторы. И вот уже в этот момент ко мне стали поступать очень много вопросов от женщин. Причем не только девочек, которые, допустим, в городе живут. Из глубины Казахша писали. И такие вопросы были, которые, в общем-то, были за границей секс-шопов. И я уже понимала, что если я хочу помогать людям, а тут мне что-то как захотелось, то есть как-то альтруизм проявлять. И я получила дополнительную сертификацию. Это психологическое консультирование в сексологии для того, чтобы помогать женщинам, находить ответы на их вопросы. Потому что мне казалось, да, это элементарные вопросы, элементарные ответы. Но для кого-то нет. Ну, я думаю, что, скорее всего, вы, наверное, еще и почувствовали спрос, да. То есть вы сделали предложение, причем яркое предложение в социальных сетях. Вот вы как-то неожиданно ворвались в медиапространство, но все начали о вас говорить. Потому что вы первая казашка, которая осмелилась говорить открыто, на камеру, в социальных сетях о том, что есть вибраторы, что есть вот такие вибраторы. То есть я думаю, что многие, про кого вы говорите, из глубинок, да, потому что эта тема, она же всегда закрыта. Об этом не принято говорить. Кстати, я была не первая. У нас очень много сексологов, которые работают по 5, по 10, по 20 лет профессии. У них даже есть странички в Инстаграме. Они пишут умные достаточно вещи. Но никто из них не рассказывает так сочно и ярко о различных секс-игрушках. Это я умею. Я действительно умею очень вкусно все продать, преподнести. Но в данном случае продать, конечно, не очень красивое слово, потому что моя техника продажа, она строится не на том, чтобы там вот фарить что-то, а в том, чтобы тонко соблазнять. Вот это я умею. Мне понравилось в Инстаграм вы написали о том, что ни один, даже самый крутой вибратор не заменит человека, да, который принесет там тебе чашку кофе. Вот мне запомнилась эта фраза. Да, и, кстати, это часто вопрос, который мне задают женщины. А вот я куплю этот вибратор. А вот не случится ли так, что после него я не захочу мужа своего или там мужчину? Ну, соответственно, я рассказываю, говорю, девочки, ну, вибратор вибратором, ну, мужчина твой, он тебя там за ушком почешет, и кофе тебе принесет, и шубкой плечики укроет. И они так слушают меня, говорят, а у нас этого нет. И я понимаю, что в данном случае те мужчины, с которыми они спят, действительно проиграют эту конкуренцию вибратору, и, может, тогда им лучше, правда, не покупать. В переводе с английского секс – это пол. У нас почему-то этого слова боятся, стараются не говорить об этом. То есть есть некая цензура. И вы сейчас практически разрушаете, там, стереотипы, говорите об этом откровенно, несмотря на то, что вы же тоже были келлин. Да, то есть у вас есть, даже если и бывший, но свекор, свекровь, есть семейные друзья, есть ребенок. Вот как они вообще… Есть еще мои родители. Ваши родители, да. Мои родители есть, да. Как, ну, свои родители еще как-то по ним поймут, да? Нет, они сначала не понимали, мы с ними полгода не общались на этом, потому что я пришла и вот сказала, им сразу две новости сказала. Во-первых, я открою секс-шоп, во-вторых, я развожусь. И для них и то, и другое было, потому что это вообще просто… Как вы решились на это? Вот честно, я сейчас, оглядываясь назад, думаю, какая я смелая все-таки. Да, это смелость, это смелость и это следовать за своим сердцем. Меня папа в 6 лет посадил на коня, и я всю жизнь провела на ипподроме. Это скачки, это выездка, это объездка лошадей. И мне это безумно все нравилось, я рвалась, мне на ипподроме среди коней лошадей было все интереснее, чем в школе. И папа мне всегда говорил, он брал меня, когда вот я после скачек там проигрывала, падала, вставала, дальше шла. И он всегда говорил, вот, дочь, вот так вот надо жить всегда, со страстью. Ты должна все делать с этим, с этой страстью в своем сердце. И работать, и хобби, и все, что ты делаешь. И да, папочка, если ты это видишь, твои уроки прошли недаром. И я следую этому, тому, что он мне научил. Я делаю все со страстью. Но вот все равно мне интересно, как отреагировал ваш супруг. Вы уже были в разводе, когда вы открывали свой секс-шоп? Кстати, он меня поддержал. Я безумно благодарна своему супругу, потому что на протяжении 9 лет, что мы жили вместе, он поддерживал меня во всех начинаниях. Он вкладывался в мое образование, он вкладывался в мои бизнес-проекты, какими бы невероятными они не были. Потому что у меня был и образовательный центр, и центр йоги. То есть секс-шоп – это ваш какой бизнес по счету? Четвертый или пятый, да, где-то так. Вот видите, друзья, на самом деле в бизнесе не обязательно, что именно самый первый твой, или второй, или третий проект стрельнет, да? То есть этот проект 100% попал в точку, потому что рынок, ниша свободна. Да, я не новичком пришла. Естественно, у меня был опыт и ведения бизнеса. Ну, какой-никакой был. У меня и был опыт работы с людьми, потому что я в прошлом инструктор кундалини йоги. Поэтому я пришла не совсем новичком. Поэтому, конечно, мне бы хотелось рассказывать, что я за 2 года из домохозяйки, вообще не представляю себе ничего, стала такой вот классной. Но такая легенда не зайдет. Но вообще, конечно, активная такая здоровая сексуальная жизнь двух людей, супругов, это залог счастливой семейной жизни. Я бы хотела, конечно, так сказать сейчас. Но секс – это только одна из составляющих семейной жизни. Конечно, важно и духовное родство, и понимание, к чему вы стремитесь. Это и общие взгляды на то, как вы воспитываете детей, как вы ведете быт. Финансовая составляющая тоже важна в семье. Секс – это только одна из составляющих. Вот смотрите, если одна из составляющих, то, по сути, даже если секс у семейной пары происходит раз в полгода, то пара же не расходится из-за этого. Не расходится. Да, не расходится. Связано это с тем, что именно в Казахстане, в нашем обществе, ценность брака как института, она выше, чем ценность отношений. Ну, к примеру, такая история. Мальчик с девочкой встречается. Пять лет. Она наставит ему, ну, женись, женись. Ну, давай, женись. Мне уже 25, но когда ты что-то мне не женишься? Я уже пять лет тебя жду. Он такой, ну, вот я не готов, я не знаю. Ну, вот, может быть, потом мне надо на ноги встать, квартиру купить. Ну, и прочие мужские отмазки. Тут он переезжает из Астаны в Алмату, встречает там девушку. У него с ней роман. Она там влюблена, он влюблен, у них отношения развиваются. И он ей делает предложение. Девушка в Астане, узнает об этом, быстренько прискакала в Алмату. Все так подстроила, так, что вот она от него залетела. И говорит, все, я беременна, давай, женись на мне. И он пошел вот этот в ЗАГС, все. Парень такой совестливый оказался. И понурив голову, пошел в ЗАГС. Что мы видим? Что отношений там нет. Отношения закончились. Но брак есть. Отношения причем закончились до ЗАГСа. Да, да, да. Но девушка своего добилась. И многие девчата, и, кстати, мальчики тоже выходят, идут на такое, когда брак важнее, чем сами отношения. Недавно у меня была такая ситуация. Встретил своего старого знакомого. И он все долго не женился, не женился. И тут я вижу кольцо, я говорю, ты что, женился? Он такой, да. Я думала, как и все наши в общей компании, что вот девушка, которую он выберет, а он такой классный, прокаченный, умный, успешный. Ну, вот все при нем. Что вот он выберет, ну, такую просто мисс, королеву. Потому что, ну, вот там он так долго выбирал, искал. И знаю его вообще вкус, да, в девушках, что вот он всегда там, high level всегда. И вот у него такая достаточно высокая планка. Выясняется, что вот он женился. Он так и говорит, я женился, девочка из хорошей семьи, вот хорошая жена, сидит дома. Готовит, беременна, все. И при этом он как бы проживает свою жизнь параллельно. Параллельно, да. То есть для брака он выбрал себе абсолютно другую. Да, мы видим, что брак у него есть, но есть ли там отношения? А разве так можно жить? Вот скажите, как сексолог, насколько это вообще у человека должна быть здоровая психика, да, чтобы так жить, когда у тебя нет отношений, но ты живешь в семье, а у тебя тут отношения, тут отношения, да, тут секс, тут секс. То есть насколько это вообще правильно? Человек же может так себя разрушить. Я тоже так рассуждала, и мне тоже казалось, что надо, чтобы всем донести, что так жить нельзя, вы должны меняться, отношения должны быть в радость, в удовольствие. А потом, когда я уже поработала с ценным количеством женщин, пообщавшись с ценным количеством мужчин, которые пишут директ, и там про свои истории рассказывают, я поняла, что не всем это нужно. Есть такая определенная категория женщин, для которых вот достаточно того, что она замужем, есть ребенок, и для нее это предел мечтаний. И вот есть муж и все, вот одно его наличие достаточно. Так же, как и женщины, для которых, если там муж уткнулся в ноутбук и вот так вот сидит, и не обращает на нее внимания, для нее это неприемлемо. Для она такая, нет, 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 я хочу внимания, я хочу любви, ласки, оргазмов. И для нее вот муж, уткнувшийся в ноутбук или пропадающий до утра, для нее это станет причиной пойти на развод там, да. А есть другие. Я тут поняла, что счастье у всех индивидуальное. Как говорил Фрейд, истинная сексуальность в том, чтобы стать самим собой и стать видимым для тех, кому ты интересен. Многие, увидев вас в Инстаграм, подписавшись на вас, может быть, просто наблюдающим за вами, многие ведь видят картинку, видят ваши сексуальные игрушки, которые вы продаете, видят различные там еще что-то, да. То есть очень много, большой ассортимент я видела. Но на самом деле, я вот сейчас, слушая вас, понимаю, что очень много анонимных сообщений, которые приходят к вам. Может быть, это не анонимные, то есть только вы видите этих людей, которые пишут вам в личку. И вот в основном какие проблемы? То есть что сейчас волнует общество? Именно с какими сексуальными проблемами сталкиваются сегодня казахстанцы? Интересно, что у меня магазин на 90% состоит клиентура. Магазин – это женщины. Удивительно, потому что в основном в секс-шопах приходят мужчины, женщины – вот никак. А у меня, наоборот, вся женская аудитория – это вот моя, потому что у меня им комфортно, безопасно. И так как я разбираюсь в психологии, сексологии и в продажах, я все так обустроила, что женщины у меня комфортно, безопасно, они с доверием идут, доверяются, раскрываются, рассказывают какие-то свои подробности. Сейчас тенденция у женщин такая, что вот если еще несколько лет назад приходили и говорили, дайте мне что-нибудь, чтобы вот удержать его, чтобы вот он никуда не ушел. И когда им говоришь, а где ты, где твое удовольствие? Да что вы, у меня с этим проблем нет. Мне главное, чтобы он был доволен. Вот такое было, было такое отношение. Сейчас женщины меняются и чаще всего приходят и говорят, дайте мне что-нибудь для моего удовольствия, для моего наслаждения, моих оргазмов. Я хочу получить, мне интересно. Вот как-то так поменялось. Это вот последний, наверное, полгода-год. А как вы думаете, с чем это связано? Мне самой было бы интересно это изучить более глубоко. Наверняка какие-то социально-экономические факторы влияют на то, что женщины больше развернулись к себе и стали больше думать и о своем наслаждении, удовольствии. Может быть, просто женщины, сейчас очень много женских тренингов, да, и практик, и прочее. И очень много психологов приезжают к нам из Украины, из России. Я думаю, что возможно, как сказал Фрейд, да, то есть найди себя и свою истинную сексуальность, и, возможно, проблема вся и в человеке, да. То есть вообще возможно, я знаю, вот вы говорите, 95% людей не ходят в секс-шопы. Как 95% людей живут? Сейчас могут смотреть наше видео и сказать о том, что я ни разу не была там в секс-шопе, ни разу не ходила к сексологу, но у меня прекрасные отношения там с мужем, 25 лет живу, там дети, внуки, все прекрасно. Такое ведь тоже возможно? Возможно и замечательно. Если это так, я просто очень безумно рада. А вот как вы думаете, в чем секрет этих отношений? Ну, я бы хотела с ними пообщаться и узнать, потому что у каждой пары есть свой секрет счастливых отношений. Конечно, вот такого ровного счастья, биии, там не бывает. Это всегда скачки, взлеты, падения, взлеты, падения. Страсть в отношениях сохранить крайне сложно. Особенно... Но возможно? Возможно, но только если оба партнера стараются и подкидывают уголь в этот костер. А каким образом можно подкидывать уголь в костер? Потому что я помню, один из психологов писал, что нужно искусственно создавать какие-то конфликты, то есть на что наши женщины специально вряд ли пойдут. Да, но наши женщины очень в этом плане достаточно такие мягкие, лучше промолчат, чем скажут правду. Хотя, вот тоже вопрос. Я недавно поднимала вопрос, такую проблему у себя в Инстаграме. Задавала вопрос своим подписчицам. А как вы считаете, если вас не устраивает размер его органа, стоит ему говорить об этом? Ведь не хватает размера. И, соответственно, удовольствие... Даже если скажешь, что изменится. Ведь изменить можно много. Здесь куча приспособлений, очень много всего, как можно решить проблему маленького члена. Но вопрос в том, что мужчины часто даже не догадываются, что у него есть проблемы. Венера, вот мне интересно. Я наблюдаю за вами. Мы с вами не так давно знакомы. Я выбираю себе амбассадора. Конечно, у меня был просто огромный выбор. Я смотрела на всех девушек и, естественно, общалась с людьми, которые работали именно на фотосессии, на съемках самих непосредственных. Аирстилисты, визажисты, фотографы. И все в один голос сказали о том, что вы их зацепили. То есть все девушки красивые, но вы их зацепили своей сексуальностью. То есть эта сексуальность, которая у вас сейчас есть, она прирожденная или приобретенная? Это прирожденная. И у каждой женщины есть. Это природная сексуальность. Но другой вопрос, что я с этим работала, конечно же, я себя раскрепощала, я себя раскрывала. Я раскрывала именно то, что есть внутри меня самой, то, что заложено. И я абсолютно уверена, что каждая женщина сексуальна. Просто нужно найти... А как проявить свою сексуальность? Что такое для... Вообще, что в вашем понятии сексуальность? Это какая-то утрированная женственность, да? Или же это какой-то голос? Или же это какие-то манеры? Или же это... Вот что это? Вот, этому нельзя научиться. Это реально то, что потоком идет изнутри. Это не про то, как правильно одеться, какую позу принять, как разговаривать. Это вот та естественность, когда ты не боишься быть самой собой, со всеми своими. Вот я такая. Но это же и любовь к себе, когда ты думаешь, блин, ну как вот я... Вот и так... Во мне это есть, и вот это есть. И я тащусь от самой себя. Я хочу вот себя вот именно такой. Я себя... Ой, какая... Мне кажется, что такую роскошь могут позволить себе немногие женщины быть самой собой. Да. И да и психологи, по-моему, во всем мире говорят о том, что женщины, в принципе, не расслабляются. То есть для них важно, они все время видят себя со стороны. Дайте совет. Как получать правильно все те удовольствия, о которых вы говорите, которым вы учите? Что нужно для этого сделать? То есть окунуться в эти супер близкие отношения, да? То есть забыть про себя, потому что женщина, она же все время в процессе всего думает, да? О том, что здесь целлюлит, здесь жир, здесь голова, здесь еще что-то. То есть как вообще все это выкинуть из своей головы? Ой, какой вопрос. Такой объемный. Целый тренинг можно провести на эту тему. Попытаюсь кратко сформулировать. Когда я работаю с женщинами, я работаю очень аккуратно, очень, скажем так, гомеопатично, пошагово, потому что сексуальность женщине можно раскрыть, конечно же, не за 5 минут. Есть такие мощные энергетические практики, ты открываешь, и все. Пошло. То есть женщина пришла к вам на прием, такая строгая женщина-руководительница, потом после вашего приема бац, вышла, и все. Я так очень делаю. Был у меня такой период неофита, когда мне хотелось быстренько всем причинить счастье, но потом, что я видела, женщина просто не знает, как совладать с этим огромным потоком сексуальности. Она не готова к тому, что будет огромный такой интерес мужчин в ее сторону. Она не готова к тому, что будет и огромное количество негатива, потому что сексуальная женщина – это всегда все-таки такая мишень для нападок со стороны других женщин. Знаете, сексуальная женщина – она всегда мишень для нападок несексуальных женщин. Да, так как их очень много у нас в стране, то, соответственно, их, ну, представьте себе, да, ну, дайте вот один какой-то совет, который поможет для тех, тем женщинам, кто далеко находится, да, не в Истане, кто не решается, кто, ну, просто в силу там обстоятельств не может прийти к вам на прием. Вот дайте им какой-то совет, вот, допустим, женщина пришла, она говорит, вы знаете, я хочу быть сексуальной, я же женщина, что мне для этого сделать? Начинать делать элементарные бытовые вещи, но с кайфом, с удовольствием. Не стремиться сразу к тому, что вот сейчас я там купила крутую игрушку, одела шикарный пеньюар, вышла из ванны, и все, и вот он упал там, да. Такого не бывает. Если женщина вот 24 часа в сутки, и у нее 23 часа 50 минут загружены проблемами, недовольством с собой, нет никакого вообще наслаждения от того, чем она занимается, где она живет, на какую работу ходит, в какой квартире живет, какое окружение, то вот оставшиеся 10 минут секса, а примерно так оно и длится у многих наших женщин, этих 10 минут, сложно себе представить, что эти 10 минут почему-то должны быть наполнены кайфом, драйвом и наслаждением. Поэтому я всегда говорю, давайте так, вот вы начнете свою жизнь по чуть-чуть наполнять удовольствием, вот что вам нравится, от чего вы наслаждение получаете. То есть можно сходить в спа, да, там пропариться, получить массаж, то есть баловать себя. Баловать себя. Делать подарки. Делать подарки, как-то вкусно есть, покупать себе не то, что вот из одежды, не то, что вот все скажут, ой, молодец, а то, что от того, что ты одела на себя это платье, и ты смотришь, держишь, говоришь, ой, какая я классная, саму себя хочу. Начинать вот с этого, дальше уже смотреть, а что вот в окружении тебе не нравится, там поменять какой-то интерьер, да, так, чтобы каждое твое утро начиналось с того, что ты получаешь наслаждение от постельного белья, да, что это вот ты вот провела рукой по шелку, и тебе кайфно. Ты пошла в свою ванну, у тебя там пахучий гель для душа. Да, я сейчас говорю, возможно, какие-то элементарные вещи, но самые интересные эти элементарные вещи многие не делают. Вы знаете, сейчас многие могут написать сразу под этим видео в комментариях о том, что когда у тебя столько проблем, нерешенные вопросы, нужно оплатить учебу там ребенку, купить ребенку сапоги на зиму, мужа там, не знаю, муж без работы, ну, то есть, когда куча проблем, сейчас женщины могут просто написать о том, о том, что нет у них времени наслаждаться, наслаждаться, да, то есть человек утром просыпается, у него миллион проблем. Как вот во всем этом возможно ли женщине быть сексуальной? И самое главное, скажите нам, как сексолог, что дает эта энергия, что она ведь на самом деле может еще и принести и успех, и богатство, и кучу других бонусов. Женщина, вообще женская сексуальная энергия, это абсолютно универсальная энергия, которая вдохновляет очень многих мужчин на крутейшие завоевания, творения. От женщины рождается ребенок, это жизнь, это самое ценное, что у нас есть, это самое ценное, это наша жизнь. Собственно говоря, никакой другой энергии больше не существует, есть только сексуальная энергия. Это вообще волшебство. Это волшебство. Это волшебство. Когда женщина осознает, что она носитель этого богатства, этой вот жизненной энергии, и она поставит свою сексуальность на пьедестал своей жизни, это надо просто вот в одно утро проснуться и поставить на пьедестал своей жизни свою сексуальность, как вот удовольствие, как образ жизни, то даже если есть какие-то проблемы, есть забота, ты ко всему относишься легко и с удовольствием. У меня такие же проблемы, собственно говоря, как и у всех. Я думаю, что люди вам не поверят. Скажут, Венера, у вас нет проблем, у вас проблема одна. Вот вы приходите на работу и просто принять всех людей, которые к вам пришли. Да, ну так выглядит, да. И, кстати, мне когда-то говорят... По ощущению, что у вас вообще нет бытовой жизни, там, ребенка, у вас есть сын. Как-то я в сторис сняла, как я дома делаю уборку. Мы вообще не представляем, как вы можете мыть полы. И посыпались... Да, я мою полы дома. И посыпали сторис-комментарии. Вы моете полы? Да, я мою, и мне это безумно нравится. Мне доставляет кто-то удовольствие заниматься уборкой. Я так и написала. Говорю, ребята, ну сейчас такой период жизни, когда я не ношу тапки в зубах за мужчиной и там не подметаю звездную пыль под его ногами. Как-то женщиной быть надо. Вот я вот реализовываюсь в быту, в хозяйстве, мне там нравится. Я давно заметила, общаясь с психологами, да, психотерапевтами, впервые вот беру интервью у сексолога, что вы, такое ощущение, что вы вообще сделаны из другого теста. То есть вы как-то всегда мягко говорите, очень даже иногда тихо. То есть и вот речь буквально льется, да. Вот мне интересно, жизни, то есть жизнь, она же на самом деле гораздо суровее. То есть настоящая жизнь. У нас, вот вы выходите на улицу, не все же готовы к вашей сексуальности. Как вы с этим боретесь? Не борюсь. Я от этого получаю очень много бонусов. Ведь женское обаяние, женская сексуальность открывает замки от многих дверей. И мне это здорово даже помогает. Тут вопрос не в том, что там, конечно, со всеми кокетничаю. Просто то, когда ты умеешь быть такой обаятельный, притягательный, тот самый появляется внутренний магнитис. Мне кажется, что это элементарно улыбка, да? Это улыбка. Это, конечно, улыбка. Это потом, когда ты кайфуешь, любишь себя, как-то странно, что появляется такое, что ты начинаешь любить людей вокруг себя. То есть вы подходите, допустим, к торговому центру, и мужчины вам открывают дверь, да? То есть вам не приходится говорить, молодой человек, вы ведь мужчина, откройте мне в конце концов эту дверь. Да, причем как-то это автоматически происходит. Я привыкла к такому отношению мужчин. То есть для меня это... Мне кажется, этого не хватает нашим и мужчинам, и женщинам. Венера, ваша профессия – учить людей получать удовольствие. Но у нас в Казахстане люди элементарно боятся зайти в секс-шоп. Ну, к примеру, даже к вам. Зайти, потрогать это все, спросить. То есть есть какое-то, я не знаю, мне кажется, глубоко сидящее в нас стеснение. То есть просто тебе неудобно, стыдно. Как это перебороть? Никак. И всем своим новым посетителям, когда приходят в первый раз, мы уточняем, вы у нас были уже, бывали раньше в секс-шопах. Нет, первый раз. И видно, когда это в первый раз. Мы всегда говорим, здорово, что вы пришли к нам. Мы хвалим, мы подбадриваем всячески, поощряем эти действия. И уже сам факт, что вот просто переступили порог магазина, это уже огромное достижение. Человек может ничего не купить. Вот в первый раз чаще всего никто ничего не покупает. Пришли, выдохнули, ушли, поняли, что ничего страшного там оказывается нет. И в следующий раз возвращается более расслабленно. Это вот постепенно-постепенно раскрепощение. Не будет такого, что вы там всю жизнь ходили, такая вся вот закомплексованная. А потом от одного похода в магазин стали там сразу секс-бомбы. У меня даже так не было. Или я вот в этом году была в Берлине. То есть, ну, как бы я уже очень много чего знаю. И я поехала в Берлин. И это здесь я такая, знаете, там все знаю. Я тут такая вообще сексолог номер один. Но когда поехала там, увидела там какие-то подробности сексуального самовыражения. Я так смотрела, думаю, надо же, оказывается, есть еще куда расти. Видите, это постепенно идет рост, постепенное раскрепощение. Венера, а что вы можете посоветовать молодым, может быть, и даже уже таким зрелым, да, женщинам, которые не живут сексуальной жизнью, потому что нет партнера? Таких много. Таких много, потому что это ведь высокий риск там онкологии, да, различных заболеваний, потому что нет кровообращения, да? То есть, что вы можете посоветовать им? Таких женщин очень много, да, в силу воспитания, в силу того, что для женщин вопросы репутации, социального мнения, социального статуса, для нее это важно, и в каком обществе мы живем, да, вот это вот просто там для здоровья, оно может быть чревато. И что тогда делать? И действительно, это может сказываться, отсутствие регулярно половой жизни, может сказываться на ее здоровье. Ведь что такое вообще сексуальное здоровье? Это комбинация психологического здоровья, физического здоровья и духовного здоровья. Представьте себе, из чего состоит. Соответственно, когда нет регулярной половой жизни, женщина не чувствует себя желанной, сексуальной, у нее не вырабатываются гормоны, у нее застой в органах малого таза, это сказывается на ее настроении, ее поведении. Вот действительно, это так и есть. И что можно порекомендовать? Конечно, можно будет порекомендовать найти кого-то себе для здоровья, но многие до конца не понимают, что это такое и как это вообще, вот найти себя просто полового партнера. То есть для наших женщин секс, секс, это значит, надо полюбить, выйти замуж, и до гроба вместе. Поэтому рекомендовать просто найти себе полового партнера, ну, зная их менталитет, сложно, а приобрести определенные гаджеты, игрушки, которые существуют уже очень много лет, есть такой классный фильм «Без истерик». Это история вообще создания вибраторов. И тогда вибраторами лечили так называемое бешенство матки, истерию. Точнее, как, до этого бешенство матки и истерию лечили. Вообще, понятие бешенства матки, я думала, что это какое-то просто придуманное, то есть такая болезнь существует. Это существовало, а потом это уже убрали этот термин, это перестало считаться болезнью, когда поняли, что, собственно говоря, это не болезнь, а отсутствие элементарной сексуальной разрядки у женщин, отсутствие оргазмов. И, кстати, вот здесь важный такой момент. Важно для женщины не само наличие секса, а именно наличие оргазмической разрядки, потому что у нее секс может быть хоть каждый день, но из-за того, что нет оргазмической разрядки, нет вот такого состояния во время секса, вот кровь нагнетается, нагнетается, все, и оргазм, кровь отхлынула, и женщина расслаблена, вот у нее эндорфина, она счастлива, она вот в драйве, и весь мир ей кажется замечательным, и она наутро просыпается, и готова там и стирать, и гладить, и убирать, и вообще там все ей в радость даже идти, там, как вы говорили, проблемы, которые там не бесконечны, она все смотрит легко. Так вот, бывает же очень много женщин, живут с мужьями, у нее есть регулярный секс, но это такое вот... А сама она в этот момент думает о том... О своих проблемах. О своих проблемах, что вот кредит с дебетом свести, ребенка туда отвезти, это постирать, это погладить, и вот она вот лежит, вот так вот или стоит, и вот она в этот момент думает, лишь бы ему было хорошо, он получил удовольствие, вот она вот как-то в своем. Так что тут тоже, да, то, что у нее есть эта сексуальная жизнь, еще не говорит, что... У нее есть оргазм. Именно наличие или отсутствие оргазмов определяет качество жизни женщины и ее сексуальное здоровье. Казалось бы, все так просто, да? То есть, если ты хочешь быть сексуальной, получай наслаждение от всего, что происходит в твоей жизни, да? Там, от вкусного чая, вкусного тортика, сходи на массаж, порадуй себя там новой покупкой, встречайся с подругами, получи наслаждение, позволь себе быть настоящей женщиной, да? Да, это то, что я называю, заниматься любовью со своей жизнью. Затем ты вносишь это в свои отношения. Супруг счастлив, ты счастлив, дети счастливы, все счастливы, да? На самом деле это так легко, и самое главное, это ведь женское здоровье, а женское здоровье – это здоровье нации. Недавно даже наш президент затронул эту тему на гражданском форуме, он сказал о том, что ситуации в жизни бывают разные, да? Вопрос разводов – волнующий вопрос. 25-30% разводов в нашей стране, да? То есть это очень высокий процент. И для нас обсуждение этой проблемы – яд, стыдно. В других странах детей обучают этому в 14-15 лет. Мы считаем, что стыдно. Психологию надо менять, ничего постыдного нет. Это говорит наш президент, лидер нашей нации. Он поднимает этот вопрос как раз на гражданском форуме. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать, потому что дети новорожденные, которых бросают в туалетах, молодые мамы, которые беременеют в 15-16 лет, педофилия – это все вопрос сексуального воспитания. Вот в каком возрасте вообще нужно говорить с ребенком? Нужно ли родителям говорить об этом с детьми? Кто должен вообще решать, поднимать этот вопрос? Сексуальное воспитание ребенком начинается в семье. Конечно, это не с того, что ему рассказывают про члена и вагина. Начинается с того, что ребенок просто видит теплое отношение родителей, что папа с мамой целуются, где-то там могут обняться. Если ребенок и слышит какие-то шорохи, то понимает, что там, потому что папа и мама любят друг друга. И тут родители должны объяснить, что да, у нас мы любим друг друга, и в результате этой любви родился ты. Мы так счастливы, что в результате этой любви ты родился. С каких-то таких элементарных вещей. Но по-хорошему, конечно, сексуальным воспитанием ребенка, если мы говорим половой воспитание, где секс – это полопределение мужчины или женщины, начинается в возрасте трех лет, когда мама или папа объясняет ребенку, что ты мальчик, а ты девочка. И здесь объясняется тоже не про вагины и члена, а про вообще социальный статус. Что такое быть мужчиной, что такое быть девочкой, что такое быть женщиной. Фрейд сказал о том, что задача сексологов и психологов – это научить людей лучше работать, лучше жить и лучше любить. То есть ваша профессия, она как раз-таки и учит людей лучше любить. дайте нам, пожалуйста, перед Новым годом три рекомендации, может быть, это советы, как сделать так, чтобы в твою жизнь ворвалась эта бурная энергия, энергия жизни, сексуальная энергия, которая сможет тебя поднять на новый уровень. Что для этого нужно сделать? Там, я не знаю, записаться на спорт, полюбить свое тело, сходить к косметологу, прийти к вам на прием. Что для этого нужно сделать? Сексуальная энергия, она тесно связана с денежной энергией. Это знают очень многие состоятельные люди, они видят эту связь между сексом и деньгами. И действительно так и есть, когда ты начинаешь получать удовольствие в сексе. Ты признаешь свои желания, первично признать свои желания. Я хочу, я хочу оргазма, я хочу секса, я хочу мужчину, я хочу вдыхать его аромат. Признать свои желания именно в интимной сфере. И когда ты начинаешь признавать свои желания в интимной сфере, потому что это первичный инстинкт человека – размножаться, то потом тебе проще признавать свои желания, что оказывается, я хочу жить в хорошей квартире, я хочу ездить на классной машине, я хочу путешествовать, я хочу то, я хочу это. Это тоже сфера признания, это тоже сфера желания. И с этого начинается вообще весь успех в жизни, когда ты приходишь к себе и говоришь, я хочу, вот с этого хочу и начинается движение многих успешных людей. Я думаю, что нас сейчас смотрят женщины и мужчины, возможно, которые хотели бы что-то изменить в своей жизни и в лучшую сторону. И поэтому, наверное, наверняка смотрят женщины, которые не удовлетворены своей сексуальной жизнью, которые бы хотели что-то поменять в своей жизни, но при этом не радикально. Да, хотя бы один день в месяц посвящайте тому, чтобы этот день моих хочу. Вот в этот день я исполняю все свои желания, все свои хочу, вот все, что мне хочется. Хочу выслаться, хочу там еще что-то. Самое интересное, знаете, что когда у меня, я как-то опубликовала этот пост, делать все, что хочу, хотя бы один день в месяц, и попросила подписчиц написать вообще, что они делали. Мне так интересно стало, чего же они такого хотят, такого невероятного, я там ожидала. Там секс какой-нибудь такой, сякой там, да. Нет. Знаете, что писали? Я, наконец, выспалась. Я там сходила в ресторан. То есть реально... Элементарные вещи. Элементарные вещи. Многим женщинам недоступны. И это кажется, что там женщине хочется какой-то там красной комнаты Кристиана Грея, полетов на вертолете. Они об этом даже близко не мечтают. Им каких-то таких элементарных вещей, когда вот мужчина просто скажет Жанну Маумин, ну вот ложись, вот чай еще хочешь, давай я тебе пассажик сделаю. В лобик ее поцеловал, пяточки ей помял. Шубка Соболина укрытка. Ну, вы знаете, мне кажется, самое главное, наверное, и хочется пожелать всем женщинам в 2019 году тепла, да, тепла, любви, потому что когда у человека все это есть, есть близкий человек рядом, есть тепло, есть уют, дети рядом, что еще человеку нужно, да, для того, чтобы жить счастливой, гармоничной жизнью. И еще один последний вопрос, я бы не хотела, чтобы вы на него отвечали, потому что я хочу оставить это на следующий выпуск. Я знаю, что вы сейчас пишете диссертацию на очень интересную тему, вы можете не раскрывать всех секретов, просто назовите тему, на которую вы ее пишете. Да, сексуальные политики намадов в эпоху великих завоеваний, вот такая интересная тема. Венера, вам спасибо и ваши пожелания нашим подписчикам. В новом году мы всегда надеемся на чудо, на чудеса, и не так давно я общалась с одной невероятной женщиной, и как-то мы с ней тоже разговаривали, и она меня такая раз остановила, говорит, знаешь что, что ты перестала верить в чудеса. Я остановилась в какой-то момент и подумала, а ведь действительно я перестала верить в чудеса. Да, я стала верить в себя, я стала верить в собственные силы, в свою сексуальность, я поверила в себя. Да, но есть еще тот момент, то, что называется чудо, которое не зависит от нас, которое просто вот как появляется из ниоткуда. И я желаю всем нам чудес в 2019 году, что они наверняка существуют. Я и желаю себе этих чудес, что можно, оказывается, не только самой чего-то, но и случаются чудеса в этой жизни. Спасибо большое. С нами сегодня была Венера на мат, и я думаю, что в следующем выпуске мы узнаем еще много нового. Друзья, обязательно смотрите, подпишитесь на Венеру, сходите к ней в магазин. Я, кстати, до сих пор тоже не была в вашем магазине, понимаете? Я вот в 95%. И встретимся в 2019 году. Всем пока.